Партнер программы «Веткобанк». Высокий доход, стабильность на годы вперед. Надежный и выгодный вклад с гарантией от «Веткобанк». Вклад «Высокий доход плюс». Гарантирован банком. Застрахован государством. Высокий доход от «Веткобанк». Лицензия ЦБРС номер 902. АКБ «Веткобанк» ОАО. Начинается программа «Дневной разворот в Кирове». Светлана Удельная, Игорь Рысев. И, как всегда, по вторникам мы обсуждаем опрос в газете «Источник новостей». Рубрика «Выбор города». И сегодня вопрос такой. Что надо делать с киосками? В студии у нас Василий Юмшанов, главный редактор газеты «Источник новостей». Здравствуйте. Добрый день. И также Геннадий Плехов, начальник территориального управления администрации Кирова по Новоавиатскому району. Добрый день. Добрый день. Василий, ну сначала давай озвучим, какие результаты опроса и как кировчане проголосовали. Ну все, наверное, в курсе, что с 1 июля в Кирове начинается массовый демонтаж киосков до конца года. Вопрос звучал следующим образом. Что надо делать с киосками? Переходим к результатам. Четвертое место, то есть меньшинство, это 9%, выбрали вариант снести все начисто. Третье место, 12%, заметили, что надо открыть еще больше точек. Второе место, 37%, ответили, пусть стоят. Я скажу, что тоже проголосовал за этот вариант. И первое место, 42%, большинство выбор города, ответили, оставить только цветы, воду, газеты, овощи и фрукты. То есть у тебя такая лояльная позиция, да, ты за то, чтобы как есть, так пусть остаются. С одной стороны, да, я согласен, что нужно заботиться об архитектурной составляющей нашего города, нашей улицы. Но с другой стороны, что будет с людьми, которые сейчас работают в этой сфере, да, вот, насколько я знаю, там планируется, по-моему, около 300 киосков ликвидировать, да, и там, если почитать, там, несколько сотен людей, продавцов до киосков могут остаться просто без работы. Вот сейчас все, там, особенно федеральные СМИ обсуждают тему кризиса, постоянно кризис, 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 и, возможно, и безработица. Ну, а мы же в то же время этой инициативой просто лишаем нескольких, там, сотен человек, да, своей работы. Геннадий Иванович, как вы смотрите на эту проблему? Ну, у меня есть своя точка зрения на, скажем так, решение вопроса, и то, что сегодня подтягивать к рабочим местам, наверное, это было бы, как одна из составляющих, в основе своей, наверное, надо смотреть целесообразность развития в целом уличной торговли, и, наверное, исходя из этих позиций уже дальше смотреть. Я тоже не соглашусь с тем, что вот там предстоит снос киосков, никто их сносить не собирается, там речь идет о реконструкции, в целом, этой системы уличной торговли, вопрос, в принципе, давно стоит, обсуждается, но вот сейчас может быть где-то что-то в связи с принятием седеральных законов по ограничению продажи ряда товаров, там, ну, в основе своей эта работа и будет вестись. То есть у людей бизнес не пострадает? Я бы считал, что не должен пострадать, потому что на то он и бизнес, он должен приспосабливаться к тем условиям, которые сегодня существуют. Которые существуют и которые предлагают власти? И которые существуют, и которые власти предлагают. Потому что вот которые существовали, вот они существовали, и люди вроде как приспособились в свое время, а тут предлагают опять новые условия, и нужно опять приспосабливаться. Здесь мы, наверное, надо смотреть о том, что к кому и что как приспосабливаться, находить на точке соприкосновения. Вот если и конкретно, наверное, каждой точке привязывать это, а не в общем и целом каким-то образом обсуждать. Поэтому если речь сегодня связана с ограничением реализации ряда товаров, значит, бизнес в том числе должен на них реагировать соответствующим образом. Если в торговых точках оно четко определено федеральными законами, что может реализовываться, значит, это и должно реализовываться. А то мы уже, создавая временные объекты, начинаем реализовать мороженую рыбу, мясо, ну, пиво я уж и не говорю, которое там вообще категорически против реализации таких напитков на временных объектах, тем более на остановочных комплексах, табачные изделия. Наверное, как-то надо в том числе и в ногу со временем идти, со стороной, наверное, если мы стремимся бороться в том числе и за здоровый образ жизни. Слушатели, подключайтесь к нашей беседе. Наш номер 708-502. Это прямой эфир. Пожалуйста, звоните. И также вы можете писать и смс-сообщение на номер 8-909-720-101-0. Пишите, подписывайтесь и не забывайте заходить на наш сайт www.kirova.ru. Там точно такой же опрос, как и в газете вы найдете. Точно такие же варианты ответов. Пожалуйста, выберите тот, который вам нравится больше. Или вы также можете зайти и найти этот же опрос на нашей страничке ВКонтакте. Еще вопрос, Геннадий Иванович, к вам. В Новоавиатске меньше всего киосков, чем обусловлено это. Там, насколько я видел, по-моему, 4, да? 4, да. Нет, это недостоверная информация. То есть сейчас будет 4, да? Или как? Нет, нет. 4 цифры, это вообще неизвестно, откуда взялась, скажем так. Поэтому на Новоавиатске порядка там сказать. Наверное, говоря о временных объектах, я бы хотел уточнить, что на сегодняшний день временные объекты, они включают несколько более широкое понятие, нежели только одни киоски. Киоски – это часть, составляющая временных объектов, торговые киоски. Временные объекты – это и парковки автотранспорта, это и шиномонтаж, и другие. Это и продажа мороженого, это продажа кваса, продажа цветов, то же самое, с лотка, с палаток, даже ярмарка выходного дня на территориальной площади – это и то, скажем так, временное явление. Поэтому, исходя из временных объектов, речь только на сегодняшний день, как я понимаю, обсуждается о киосках. Что касается киосков, то на Новоавиатском районе, наверное, на самом деле их меньше. Меньше, наверное, в силу того, что количество населения меньше, может быть, покупательский спрос населения с этим определен. Ну и, собственно говоря, последние годы мы не стремились, собственно говоря, развивать уличную торговлю, потому что стремились создавать условия для организации уличной торговли. Понятие уличной торговли для нас больше, наверное, проблемы в городе создают в Никеевске, я бы так обозначил, как ласково назвать, наверное, граждане, которые торгуют продукцией собственного производства на улицах, то есть бабушки даже, которые надо реализовать, вот для них на самом деле условия не созданы. Вот мы стремились эти условия создать, и, в принципе, можем сказать, что они на Новоавиатске условия созданы для продажи продукции собственного производства. На сегодняшний день по киоскам на самом деле у нас демонтироваться или, скажем так, пойдет реконструкция по 14 местам, торговым местам, но я вот могу расшифровать их. С чем это связано? То есть шесть киосков или торговых мест, это связано с реконструкцией остановочных комплексов. То есть конкретно по адресам мы можем это все обозначить. Все владельцы временных объектов знают об этом, были предупреждены. Далее существует временный рынок, который, значит, попадает под федеральный закон с 13-го года по ярмаркам, там они то же самое, но там они будут все рабочие места сохранены, потому что будет объявлен конкурс на организацию ярмарочной деятельности, и все рабочие места сохраняются. Три объекта вообще не эксплуатируются, которые у нас ранее были заявлены, но не эксплуатируются, попадают. И связано с безопасностью дорожного движения четыре объекта. Они предупреждены, но, в принципе, у них есть возможность просто реконструкцию произвести и, значит, остаться на месте. Ну, пока у нас слушатели на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Договоритесь погромче, представьтесь, мы вас слушаем. Вот, индивидуальный перспективатель, второй мехман курбаноглый. Очень плохо вас слышно, еще громче, пожалуйста. Второй мехман курбаноглый. Да, мы вас слушаем. Вот, ладно у нас пиво убирать, да. Вот, у меня Павла Корчакина 215, торговая остановка, павильон. А меня отдал уведомление, чтобы убрать в течение трех месяцев. То есть, павильон необходимо убрать в течение трех месяцев вам это, да? Да, да, да. У меня трое детей, а как их буду дальше гармить? А вам предлагается куда-то его перенести, может быть, или какие-то другие варианты? Нет, ничего не предлагаю, вот, просто уведомление отдал, чтобы в течение трех месяцев убрать уже все дальше. То есть, в дальнейшем договор не будем включать с вами. То есть, просто ликвидировать бизнес? Алло, алло. Там, видимо, проблемы с ГАИшниками. Проблемы, видимо, не там остановились. Отдать нам, что делать? Ну, то есть, предлагается же перепрофилировать, да? То есть, не продавать пиво, а какой-то другой товар, да? Ну, здесь таких вопросов может быть очень много, а не частные вопросы. Я бы просто рекомендовал каждому предпринимателю все-таки по месту нахождения данного объекта обращаться в территориальное управление, и уже там эти вопросы будут решаться. Их у нас четыре в городе, и поэтому каждая своя здесь. В этом случае я бы просто-напросто рекомендовал предпринимателю вернуться к тому юридическому документу, который был подписан им и со стороны территориального управления, и администрации по размещению времени на объекте, где очень четко на основе они не отменены, всех нормативно-правовых актов обозначены условия нахождения временного объекта на том или ином месте. Вот я это бы посоветовал просто. Да, ну то есть, если приходят предприниматели, говорят, что будут нужно ликвидировать, да, потому что отступили новые нормы, это все неверно, каждый должен себя защищать. В каждом районе есть резервные места для установки каких-либо временных объектов, которые требуют именно населения. По нашему району мы таких определили шесть, и мы можем любому предпринимателю... Сегодня только разговор вот до эфира у меня был с Киров хлебпромом, которых мы предупредили по реконструкции разворотного круга на улице Парковой. Мы буквально завтра-послезавтра встречаемся и обсуждаем вопрос, где их устроит размещение данного объекта на какой-то период, пока идет реконструкция разворотного круга. Я так понимаю, что вот тем предпринимателям, у которых вот эти ларьки подпали под зоны, где уже нельзя их размещать, им должны были предложить место в других районах города? Если они обратятся, никто им специально там к ним не пойдет, если они обратятся, то, конечно, их не просьбу рассмотрят. Ко мне вот обратились двое, например, по размещению в какому-либо другому месту. Двое, а мест нашлось целых шесть. А мест шесть у нас. То есть, в принципе, дефицита никакого здесь не является? Я не считаю, что на авиатском районе есть дефицит по установке их, и желающих, наверное, не так много будет. Потому что есть свои ограничения, и мы предъявляем к работе временных объектов довольно жесткие требования. Это и архитектурный вид, это санитарная требования, это благоустройство территории. Поэтому, в принципе, не все и соглашаются на эти условия. Поэтому три объекта не эксплуатируются. Они вообще выделены места, но предприниматели... А схема расстановки вот этих временных объектов, она уже утверждена, как я понимаю? Просто я слышал, какие-то были проблемы с антимонопольной службой. Ну, это вопрос, я бы сказал, не ко мне, потому что это в рамках города. Схема утверждена Кировской городской думой. Документ, я думаю, что в ближайшее время будет официально опубликован. Поэтому это все, в том числе с антимонопольной службой, я думаю, что проведено согласование. Антимонопольная служба как раз выступала с претензией к городу о том, что схемы размещения временных объектов, как такое официально утвержденное, не существует. Вот ее утвердили. Ну да, ну долго же ее утверждали, разговоры уже шли. Долго утверждали, долго шло обсуждение. И несколько лет, я бы так сказал. Не просто вот последний год, несколько лет этот вопрос стоит. Помните, там буквально, ну, порядка, наверное, два года назад городская дума принимала правила благоустройства, изменения правила благоустройства. И в том числе были требования по размерам, по безопасности дорожного движения, от ГИБДД много очень вопросов было. Поэтому так пообсуждали, пообсуждали, и все на этом закончилось. Сейчас, наверное, пора пришла снова вернуться к этим вопросам. Ну, а в те времена мы дозвонились до Валерия Турула, депутата законодательного собрания Кировской области, президента Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый. Ну, вот сегодня мы обсуждаем как раз-таки тему с ларьками, куда и как их придется демонтировать, перевозить, перепрофилировать. Ну, во-первых, тема ларьки, она должна быть закрыта, потому что, соответственно, с действующим законодательством есть понятие киоски и павильоны, торговые, нестационарные. Ну, вот как привычнее называть. Киосками, да. А второй момент, я вот там, насколько услышал, там, по-моему, Пехов сейчас давал интервью. Да, Валерий Николаевич. Я по голосу. Да, да, да. Добрый день. Приветствую вас. Я думаю, что несколько не совсем корректно смешивать одно с другим, потому что в августе прошлого года по просьбе, в том числе начальников территориальных управлений, ассоциация обращалась в суд по отмене, ну, скажем, мягко говоря, жесткого такого документа, как решение городской думы 37 дробь 5, которая заставляла начальников территориальных управлений, в общем-то, составлять любые предписания и требования оформлять в виде, в том числе, административных привлечений к владельцам вот этих киосков и павильонов. Не только по благоустройству, а вплоть до того, что санэпидемсостояние, Ростехнадзор, ГИБДТ, о чем было сказано. И мы вроде бы тогда нашли правильное решение, через суд мы отменили это решение городской думы, и в конечном счете нашли сочетание интересов через справку ГИБДД о том, что нарушаются, не нарушаются там какие-то правила, и в конечном счете были урегулированы многие вещи и приступили к нормальной работе. Но что дальше произошло? Выход вот этого закона, а он, кстати, в 2009 году вышел о регулировании торговой деятельности, этот закон проанализировал все подзаконные акты по регулированию торговли на территориях России, и пришел к мнению, что регулировать торговую деятельность надо на уровне федеральном. И все. То есть никто не может вмешаться в те процессы, которые бы обеспечили равенство процессов в торговле, независимо от размера торгового субъекта. И в этом отношении закон был правильный и своевременный, и было определено, что должна быть принята схема, и там два есть ключевых положения, что первое, в схему должно быть включено не менее 60% существующих объектов мелкорозичной торговли в нестационарном состоянии, и второй тут же пункт идет о том, что не включение в схему не дает основания для ликвидации этих объектов, если они находятся в стадии строительства, реконструкции, либо эксплуатации. То есть, иначе говоря, законодатель предусмотрел возможность использования закона, в кавычках, да, о том, чтобы его использовали как некую палку по ликвидации бизнеса, потому что все же идеология, провозглашенная президентом и поддержанная премьером о том, что мы должны создавать максимальные условия для развития бизнеса, она остается в силе, и закон именно этому должен был способствовать. Но, к сожалению, мы на сегодняшний день, вот сегодня, вчера у меня где-то было, как у президента ассоциации, человек 60, за день принесли уже уведомления о ликвидации объектов, предупреждение, чтобы снесли эти объекты в нарушении действующего законодательства. И поэтому, когда начинают объяснять, а там пивом торгуют, а там сигаретами торгуют, а там безобразие, это несколько разные вещи. Закон о регулировании торговли должен был ввести все нестационарные объекты в правовое поле и вывести из данного поля подзаконные акты. Сегодня же, к сожалению, все объекты работают на уровне подзаконных актов. Это решение городской думы, это распоряжение постановления администрации города, теруправления и так далее и тому подобное. И второй момент, на который бы я хотел обратить внимание, 5 числа в 9.15 состоится заседание Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области, где мы как раз будем рассматривать вопрос, почему администрация на сегодняшний день пошла по пути смешения всех вопросов в одну кучу, а не исполнение двух основных и предопределяющих в сфере торговли законов. Это закон о конкуренции, федерального закона и федерального закона о регулировании торговой деятельности. Вот о чем идет речь. А дальше наводить порядок. Это уже совместные усилия. Есть соответствующие федеральные структуры. Малоговая инспекция, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и так далее. ГИБДД в том числе и так далее и тому подобное. Это уже дело работы, техники. Наша же задача сегодня сохранить рабочие места и сохранить бизнесы и создать для них условия, чтобы они развивались. Валерий Николаевич, вы говорите, к вам пришло около 60 человек с заявлениями. Они рассматривают варианты о перемещении своих объектов в другие районы, как предлагалось? Однозначно трактует, что никаких перемещений не может быть. Дальше должен отрегулировать рынок. Никаких обоснований там в 10 раз превышения площадей. В законе об этом нет. Рынок отрегулируют, кому быть, кому не быть. Следовательно, о перемещениях речь не идет. Речь идет о узаконивании и введении этих объектов в правовое поле. Для того, чтобы дальше регулирование осуществлялось на уровне федерального законодательства. Не на уровне подзаконных актов. У нас на сегодняшний день все управление осуществляется на уровне подзаконных актов. Хотя с 2009 года действует закон федеральный. Да, Валерий Николаевич, вот еще один, может быть, уточняющий вопрос. Вот вчера мы с вами созванивались и мне рассказывали про изъятие пива, что незаконно и так далее. Вот к вам предприниматели приходили с этими вопросами? Да, они приходили. Многие говорят, что мы прекратили торговлю пивом, и в том числе попутно сигаретами. И жалуются, что ряд объектов они вынуждены были на сегодняшний день закрыть. Хотя мы, как ассоциация, предупреждали еще год назад, что необходимо перепрофилировать свою торговлю и изменить на Минкартуру ассортимент продукции. И готовы были поддержать эти процессы. В частности, пилотные проекты были по созданию новых павильонов запущены. Павильоны такие были созданы и на Московской, и на Энгельсе, и так далее, и тому подобное. Но, между тем, действительно, у ряда предпринимателей были составлены протоколы, сопровождаемые изъятием продукции. Вот, на мой взгляд, и в соответствии с действующим законодательством, изымать эту продукцию нельзя. С 1 января она только будет лицензионной. А она сегодня не лицензируется, я имею в виду слабоалкогольная продукция. И в соответствии с этим должны были быть составлены только протоколы, и дальше административные комиссии, или что там по суду возможно делать, это можно было делать. А здесь у нас переусердствовали силовые структуры. Ну, идет элемент запугивания, давления и так далее, и тому подобное. В связи с этим мы 6 числа будем пикет проводить у администрации, где будем, в общем-то, требовать соблюдения закона о конкуренции, закона о регулировании торговой деятельности, который не предусматривает изъятие продукции. Да, но еще вот один вопрос у меня. Сегодня, вчера буквально видел, у меня на остановке уже висит объявление в ларьке, что продажа пива запрещена в связи с таким-то законом. Никакого пива там вообще теперь нет. Но речь-то ведь идет только до 5%. Почему так-то? Можете пояснить? Ну, у нас же опять переусердствовали. Видите, что силовые структуры-то делают? И речь идет прежде всего сегодня о остановочных павильонах. Это те павильоны, которые находятся на остановках. И здесь тоже проблемы. Мы консультации проводили и с городом, и с областью соответствующие. Я как председатель комитета задавал вопросы в департаменте поддержки и развития предпринимательства. Так вот, в данном отношении пилот запустили в Вятских полянах, когда отделяют остановку от павильона, относят ее на 10 метров. И таким образом, в общем-то, эта проблема решается для того, чтобы иметь возможность перепрофилировать объект до 1 января. И пока продолжать до 5 градусов торговать пивом. Но у нас в городе, вы видите, какая установка? Жесточайшая установка. Нет и все. Запретить. Ну, то есть до 5 градусов на остановках и сейчас нельзя? Да, нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. На остановках нельзя. До 5 градусов. Нет, во время объекта. И после 5. Вообще нельзя торговать. На остановках. Вот. В данном отношении речь идет о другом. Что, мне кажется, вектор направленности должен был быть, с учетом развития бизнеса, а это все же сегодня около 250 киосков объявляют вне закона, это более полутора тысяч рабочих мест. Полтора тысячи рабочих мест. И мне не важно, в конечном счете, платят они или не платят налоги, потому что это тема дальнейшего развития, наведения порядка. И соответствующие структуры должны были подключаться к этому. Но полторы тысячи человек будет выброшено на улицу в городе Кирове. И здесь бы город должен был как раз быть заинтересован создавать конструктивные движения вперед, а не ликвидационные, не ограничительные. Вот в чем проблема. И я думаю, что здесь лукавит городская администрация и городская дума. И я слушал на общественных обсуждениях схемы, я слышал прямые заявления о том, я ко сьме лягу, но ликвидирую весь этот бизнес. Это депутат городской думы. И второе заявление там звучало. Мы знаем, что это владельцы определенной диаспоры, подразумевая, азербайджанцев. Но это же глупость. Мы что, хотим второе Демьянова, что ли? Это что такое происходит? Бизнес не может быть временным. Надо создавать условия для его развития. И требовать с него выполнения своих обязанностей, социальных обязанностей. Это моя работа. Судия у нас Василий Юмшанов, главный редактор газеты «Источник новостей». И также Геннадий Плехов, начальник территориального управления администрации Кирова по Новоевецкому району. Еще раз добрый день. Здравствуйте. 8502 наш номер телефона, прямой эфир. Слушатели, пожалуйста, звоните к нам. Вообще, в принципе, ваше отношение к киоскам, то, что сейчас перепрофилируется, что там будут продавать. Ваше мнение нам интересно. И тем более интересно, если у вас свой бизнес, и это непосредственно вас коснулось, тоже ваше мнение хотелось бы услышать. Номер для СМС-сообщения 8909-720-101 и 0. И также точно такой же опрос, как в газете, вы можете найти у нас на сайте www.hackirovo.ru. Заходите туда, в конце программы озвучим результаты. Да, Геннадий Иванович, я все-таки хотел уточнить, вот в перерыве не успел задать этот вопрос. Почему все-таки правоохранительные органы изымали продукцию? Ну, я бы здесь вот вернулся к комментарию, то, что Валерий Николаевич сказал, скажем, с чем-то с ним можно соглашаться. Вы сказали, что он лукавит, насколько я слышал. Ну, можно не соглашаться. Ну, лукавит, не лукавит, скажем так. Там есть несколько моментов, которые, ну, с его точки зрения он считает правым, там сказать, ну, у меня есть несколько, своя, может быть, точка зрения. А какие моменты? Вот я бы здесь обозначил так, что позиция, может, и городской власти, она не связана с ограничением какой-либо торговли, вообще регулированием торговли, потому что это в полномочия, по сути дела, наша не входит. Лечь связана с временными объектами, а сам вид торговли на любом временном объекте определяет сам, скажем так, предприниматель. И поэтому мы, на примере даже нашего района, еще за месяц до того, как принимают решение, с каждым предпринимателем переговорили и обратились с ним с просьбой и предупредили их о том, что ввозятся федеральными законами какие-то ограничения. Вы, пожалуйста, примите своевременно меры. То, что и Валерий Николаевич говорит, что еще год назад через ассоциацию обращался к предпринимателям, что вы своевременно примите меры к перепрофилированию своих временных объектов и проблем каких-то не будет. Я здесь об этом тоже самое говорю. А какая-то помощь будет оказана предпринимателям, готовым перепрофилировать? Конечно. А какая? Да любая. С тем вопросом, с какими они обратятся, можно говорить о чем угодно. Может быть, денежные какие-нибудь кредиты? Нет. Давайте мы не будем смешивать денежные кредиты. Это дело лично каждого. То есть так, морально по плечу? Нет. Почему морально? Ну а как? Подсказать какую-то идею, подсказать потребность населения в чем, например. Где там спрос есть, например, на какую-то продукцию и так далее. Почему нет? Просто человек пообъяснить и разъяснить ему какие-либо документы. То есть мы, например, очень плотно общаемся со всеми предпринимателями. И последний месяц, буквально до принятия этого решения, ну, Прочиевский, со всеми предпринимателями, которые имеют временные объекты на территории района, я почти встретился. Мы с каждым лично Прочиевский переговорили, определили дальнейшую тактику и стратегию, ну, скажем так, развития их бизнеса. Хотя мы не участвуем в их бизнесе. Второй вопрос, то, что связано с действиями федеральных органов власти. Мы не наделены органы местного самоуправления полномочиями контролирующих органов. И здесь не надо говорить, что мы там предъявляем какие-либо требования, связанные с Роспотребнадзором, антимонопольной службой, полицией и так далее. Это дело федеральных органов. Поэтому все вопросы к ним. И кто там изымает, чего изымает. Есть... Ну, по вашему мнению, насколько это было правомерно? Ну, то есть, по сути... Есть, наверное, изъятие продукции неправомерно. Я бы как вот чисто свою точку зрения выскажу. А то, что нарушение зафиксировано, это уже другой вопрос. Да, ну, то есть, по сути, да. Вот вчера просто полицейские рапортовали о том, что 439 или сколько там литров пива было изъято. Не, ну, если я на машине совершил, скажем так, какое-либо нарушение, машина не изымается у меня. Правильно, да. Вот о том я и говорю. Вообще много вопросов это вчера вызывало. Ну, кстати говоря, полицейские на этот вопрос ответить толком так и не смогли. Наверное, это дело юристов. Но я бы так чисто обывательски сказал, что, наверное, это неправильные действия. Ну, а сейчас мы услышим мнение непосредственно человека, который в этом бизнесе, у которого свой киоск, индивидуальный предприниматель Игорь Верещагин. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочется услышать вашу точку зрения по поводу всех этих изменений и как ваш бизнес пострадает ли, и как вы планируете, может быть, перепрофилировать, либо вообще закроетесь и уйдете во что-то другое. Проблемы с нашим бизнесом налицо. Я считаю, во-первых, что это признаки недобросовестной конкуренции. Что делать предпринимателям? Для тех, кому присланы письма по расторжению договора, надо обращаться в арбитражный суд. Чем будет больше заявлений, тем быстрее мы получим ответ. В частности, помочь предпринимателям может ассоциация защиты предпринимателей, которая находится по адресу Октябрьский проспект 125, кабинет 306. А какую помощь вы ожидаете в итоге? И от властей, собственно говоря, и от ассоциаций? Органы местного управления обязаны помогать предпринимателям в соответствии с законом. К сожалению, в последние 15 лет мы видим обратную реакцию. Но вот нам говорят, что, скорее всего, смогут только идеями какими-то помочь. Кто конкретно? Геннадий Иванович Плехов у нас сегодня сидит в студии. Начальник территориального управления администрации Кирова по Новоярскому району. Почему только идеями? Я там с вами не соглашусь, молодой человек, потому что я уже четко и ясно сказал, что даже чисто по Новоярскому району мы можем предложить порядка 10 свободных резервных мест, где можно установить в том числе и временный объект, где просит население именно по продаже той или иной продукции. Почему идеями? Мы давайте не будем передергивать. Мне можно сказать? Конечно. В данном случае для предпринимателя, для получения прибыли, а это его цель, важно место. Это место, на котором он работал, ну, некоторых десятилетиями. Для того, чтобы получить прибыль на другом месте, нужно еще попотеть. И неизвестно, будет ли положительный результат. Поэтому, на мой взгляд, органам местного самоправления нужно исходить из того, что предприниматель, он, во-первых, обязан соблюдать закон, а во-вторых, он вправе по закону решать сам, чем ему торговать и каким образом получать прибыль. Естественно, без нарушения действующего законодательства. Но тут ведь никто вас не ограничивает в том, чем торговать именно, как мы сегодня говорили. Ну, значит, я присутствовал на слушаниях по схеме размещения стационарных объектов. Там прямо было сказано, что не торгуйте пивом, сигаретами, значит, мы тогда будем лояльно к вам относиться. Хотя, на самом деле, например, в Первомайском районе предприниматель обещает исполнить это требование органов местного самоправления, то есть не торговать той продукцией, которая кому-то мешает. А замен, в принципе, он должен решать сам, чем торговать. Если у него не будет прибыли, то по законам бизнеса он просто прекратит существование сам по себе. Его дело решать, чем торговать и как получать прибыль. Ну, реализацию алкогольной или слабоалкогольной продукции и табачных изделий регулирует федеральный закон, а не органы местного самоправления. И мы только на местах обязаны исполнить этот федеральный закон, в том числе и вы, и мы вместе взятые. Все как граждане. Никаких сомнений? Ну, так, а почему вы ссылаетесь на органы местного самоправления, что это требование? Я имею в виду место, где он должен соблюдать этот закон. Это тоже регулирует закон федеральный, кстати, там, вблизи медицинских учреждений, учебных учреждений, на торгово-остановочных комплексах, в местах массового пребывания и так далее и тому подобное. Притом, эти ограничения, они действуют уже давно, поэтому вы же тоже гражданин своего города, поэтому должны соблюдать в том числе эти законы. Извините, пожалуйста, я вас перебью. Дело в том, что я обратил внимание с соблюдением закона, конечно, то, о чем вы говорите, расстояние до общеобразовательных учреждений и так далее, в соответствии с 171-м законом, конечно, предприниматели обязательно соблюдают. Но таких единицы... Дело в том, что этот закон, он 95-го года, и поэтому большинство требований, о которых вы говорите, они действительно действовали и раньше. Поэтому таких предпринимателей, которые торгуют, например, табаком в радиусе 100 метров от указанных объектов, их единицы. То есть я веду речь не о них, а о тех предпринимателям, которые получили письма от органов местного управления о расторжении договоров аренды без всяких мотивов. Вот я о чем говорю. Понятно, я понял. Спасибо. Спасибо вам большое за комментарии. 708-502, наш номер телефона. Если вы тоже связаны с этим бизнесом и вам есть что сказать или, может быть, задать какие-то вопросы, у нас в студии Геннадий Плехов, начальник территориального управления администрации Кирова по Нововецкому району. Пожалуйста, звоните. 708-502, номер для СМС-сообщения 8-909-720-101-0. Ну то есть, видимо, самый главный конфликт заключается в том, что предпринимателям приходили вот эти письма о расторжении договоров, когда, в принципе, ну как нам сейчас говорил Игорь Львович, не было никаких с их стороны нарушений. Здесь предупреждение о расторжении или выход одной стороны из договорных обязательств предпринимателя может в любой момент произойти. Я еще раз уже кому-то говорил, что надо вернуться просто к тому первоначальному документу о правилах размещения временных объектов и заключенных договорах там на размещение временного объекта. Участок может изыматься для нужд, для каких-то, для строительства, для реконструкции, опять же, для расширения дорожного полотна. И таких причин бывает масса. А последняя причина, которая уже идет по расторжению договорных обязательств, связана с антисанитарным состоянием, с архитектурным, это когда уже приходит информация от надзорных органов в этой сфере. И когда Роспотребнадзор присылает документ о том, что реализовывается в антисанитарных условиях продукция, то, естественно, предприниматель там нарушил ряд сразу федеральных законов, получается. И тогда начинаются последствия. Или из органов полиции, когда, ну, сейчас, я думаю, такого не будет, когда идет реализация алкогольной продукции, в том числе, там, несовершеннолетним подросткам. Это как называется? Поэтому давайте об этих вещах то же самое говорить. Если, к примеру, если мы берем на улице Парковой разворотный круг, и он стоит в плане реконструкции уже два года, и предприниматели все несколько раз об этом предупреждены, это что, вот, как назвать, насильственно, какого-то у них изъятия бизнеса? Ни в коем случае. Мы им четко, ясно определили. Разворотный круг реконструируется. Дальше мы снова рассматриваем вопрос о местонахождении по согласованию с ГИБДД, если это будет соответствовать правилам дорожного движения безопасности. А проводился ли мониторинг мнений местных жителей, ну, их отношения? Мониторинг местных жителей не проводился. Да, но не только диалог с представителями бизнеса, а вообще с жителями. Ну, я вот слышал опрос, такой мониторинг у нас, кажется, проводился на сайте нашей газеты «Мой на авиатск». Мнения изучаются периодически, нужны, ненужны, и мнения, естественно, очень разные. Вот, Свет, источник новостей сейчас чем занимался, по-твоему? Да, да, источник новостей. Мне интересно еще, помимо этого, то есть источник новостей, источник новостей. Исследования по данной теме не проводили. Здесь надо проводить исследование, я бы сказал, что по каждому объекту, вот его, по нему, нужен он, не нужен, и скажет само население, где он нужен. Вот здесь предприниматель говорит, что сам определяет. А у нас есть потребность населения в отдаленных населенных пунктах, где нет торговли. Ну, и напомню, что источник новостей, а точнее читатели говорят о том, что оставить только газеты в воду цветы, овощи и фрукты, 42% ответили именно так. Ну, то есть, грубо говоря, 50 на 50, кому-то нужны киоски, кто-то против. Ну, а сейчас у нас в студии появилась уже Дарья Топузлиева, это значит, что сейчас будут новости. Новости выходят при поддержке кухонной студии «Мария». Качество соответствует уровню. Добрый день, в эфире новости у микрофона Дарья Топузлиева. Стоимость самой дешевой водки вырастет почти на треть. Росалкогольрегулирование установил новые минимальные розничные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%. Теперь 0,5 литра недорогой водки обойдутся в 125 рублей вместо 98, как было ранее. На бренде и другую алкогольную продукцию, за исключением коньяка, розничная цена составит не менее 190 рублей за 0,5 литра. Коньяк будет стоить не менее 219 рублей, сообщает пресс-служба правительства области с ссылкой на Департамент развития предпринимательства и торговли. На праздничные мероприятия области выделено 3 миллиона рублей. Как отметил начальник управления международных и региональных связей при правительстве области Павел Сырцев, в этом году поступило 30 заявок от муниципальных образований на проведение мероприятий событийного туризма. Из них было отобрано 9. Естественно, мы попытались эти мероприятия распределить таким образом, чтобы каждые выходные могут жители как и области, так и соседних регионов приезжать, путешествовать, получать что-то новое, изучать наши традиции. Эти праздники – Вятская Свистунья, который уже прошел, иллюзии старого города, День Ивана Купалы, Казанская ярмарка, Истебенский огурец, Царь Лен, 4-й межрегиональный мотокросс в памяти Шаяпова, фестиваль Слободской столицы Меха и Каравай с женой Уржумский. На прошедший в середине июня праздник Вятская Свистунья выделено 600 тысяч рублей, на все остальные мероприятия всего 300 тысяч. Как заявил Сырцев, такие суммы задействуются впервые. 15 человек задержаны за торговлю в неустановленном месте. В районе Центрального рынка прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли, сообщает пресс-служба администрации города. У задержанных изъяли товар, а сами они были доставлены в отдел полиции для составления протоколов. Теперь продавцам дачных овощей, цветов и саженцев грозит от одной до двух тысяч рублей. К этому часу у меня все. В студии работала Дарья Топузлиева. Классика или модерн. Предпочтения бывают разные. Дело вкуса – вещь индивидуальная. Мы сможем вам предложить именно то, что вы хотите. Кухни от мебельной фабрики «Мария». Качество соответствует уровню. Обратившись в любую кухонную студию «Мария» в Кирове, вы можете заказать бесплатный замер и дизайн-проект будущей кухни. Подробнее по телефону 37-31-38 или 32-04-08. Программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна, Игорь Рысев. И мы сегодня обсуждаем рубрику «Выбор города» в газете «Источник новостей». И тему на сегодня «Что делать с киосками». Говорили мы час об этом, и следующий час начнем с этой же темы, точнее продолжим ее. В студии у нас Геннадий Плехов, начальник территориального управления администрации Кирова по Новоавиатскому району. Слушатели, не забывайте, что наш номер телефона – 708-502. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, ваше мнение нам интересно. И также номер для смс-сообщения – 8-909-720-101 и 0. Не забывайте также заходить на наш сайт – www.хакирова.ру. И будет у нас сегодня еще одна тема, тоже я ее представлю. Так, немножечко забегая вперед, кировские коммунисты проведут митинг против возвращения улицам исторических названий. Поговорим сегодня и об этом, не переключайтесь. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!